всем привет всем привет 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 как она у нас сегодня 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 мы продолжим тему сокетов только мы будем их критиковать и и и посмотрим еще один финт который очень и очень похож на сокеты но о нем чуть позже сперва значит поговорим о о о так напоминаю 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 так подождите в как-то было spring видео сразу предупреждая будет сумбурным буду буду прыгать с темы на тему плана особого нет никакого очень много мыслей и боюсь что я не 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 смогу выдать а специально готовится это не про меня не про меня так спринк сервилет против реактив я хочу показать что мы продолжаем продолжаем где-то классная картинка то было ладно давайте воспользуемся 1 то есть мы работаем над надо сервлет стеком на царулек стеком мы еще не совсем хорошо понимаем как там в реактивном стеке все эти дела обстоят но мы уже понимая должны по крайней мере понимать как обстоят дела с ровлет стеком а с ровлет стеке у нас юзер смотрите напомню напомню то есть он использует синхронный блоки его архитектуру вы из ванна рук вес портрет моды то есть вы делаете запрос вам выделяется какой-то трет под ваш запрос и он обрабатывается этих третов вы не можете платить бесконечное количество они к слову весьма дорогие я вот ради интереса поискался сколько реально сколько реально весит 11 трет то есть просто один голый трет и уже 1 мегабайт 1 мегабайт 64 версии до 64 бита и это много это просто много это смотрите если у вас 1000 пользователей то вам нужно уже уже сходу выделить один гигабайт без без всяких там дополнительных объектов вы же там обмениваетесь еще какими-то данными то есть вам нужно еще вам вы уже просто взяли сходу выкинули гигабайт на на жалкую тысяч пользователей ну как жалко большинство сайтов конечно не имеет тысячи пользователей в среднем каждую секунду но мы но мы мы должны думать о будущем а потенциальном будущем и это очень плохо так значит получается то есть наш сорвет стек так где эта картинка вот над которым мы работаем он работает на на тредах которые дорого стоят дорого стоят сейчас я хочу еще показать одну особенность я запустил приложение и сделал небольшие и сделал небольшие модификации нашего веб сокет приложения я вообще думал сделать инфинити скром то есть просто подгружать подгружать некие данные изма из базы ну как twitter это делает но то как это реализовано в сервере стеков это я сразу по этим даже не стоит заниматься здесь значит почему почему я так решил значит смотрите я создал опять вот вот это у меня место куда все это дело выводится чтобы все это поскольку я не являюсь гуру гуру джава скрипта я просто нашел то есть когда юзер конец конец страницы достигаем конца стран страницы начинается заполняться вот этот скролл то есть подгружаться дополнительные данные и для этого я использую jquery я это просто скопипастил напрямую ни разу не эффективно понятное дело ради одной функции тащить всю библиотеку это но это как-то ненормально и и здесь 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 вот эта функция которая говорит как только я достигну конца страницы подгрузим не подгрузим не данные то есть я отправлю сообщение лот типа загрузи мне и когда у меня вот приходить сообщение то есть ответ ответ на это сообщение то я буду заполнять наш инфинити наш инфинити и так что теперь смотрим как у нас все это пока все это пока в наших логах пока все пусто я сейчас зайду и зайду вот на пинг-понг то есть будет выводиться понг-понг-понг-понг с рандомным числом из 20 как только я буду достигать конца так что перезагружаю страница пустая сейчас смотрите раз и поехала подгружаться вроде как прикольно да да даже прикольно не знаю кстати почему но почему то больше не работает подгружает какой-то лимит не знаю чем связано это и неважно я хочу показать другое я хочу показать другое смотрите у нас каждый запрос каждый запрос то есть вот каждая подгрузка подгрузка выполнялась 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 в отдельном треде в отдельном треде вот я лог я сделал лог название треда то есть это это настолько убого это я у меня слов даже нет как вообще можно было такое реализовать хотя может это было очень-очень давно но это настолько неэффективно расходовать ресурсы ладно и вот наш вот вот сарулет обычный наш простой сарулет был hell то есть я его зачем сейчас перезапустил чтобы показать что веб-сокеты веб-сокеты да используют точно так вот этот же самый пул этот же самый пул который предназначен для сарулетов а этот пул у нас ограничен и даже если можно как то сделать выделить под веб-сокеты свой отдельный пул эту проблему это все равно не решает вы не сможете по-настоящему наладить классное современное интерактивное приложение вот используя классический вот этот сарулет стэк нам нужно другое нам нужно другое нам нужно что-то другое и и и другое у нас было это реактивный стэк другое у нас так где там картинка то а вот она другое у нас было реактивный стэк а вот кстати вот зачем я хотел это показать то показать в чем еще проблема в чем проблема вот такого смотрите так вот я когда подгружал вот только достигал мне подгружается одна запись то есть можно сделать еще раз так где там ой как быстро вот одна запись подгрузилась и и и вызывается отдельный отдельный поток вызывается отдельный поток а представьте себе что у вас тысяча таких юзеров то есть а будет из пула постоянно доставаться разные потоки для для работы туда-сюда гонять будем эти потоки а здесь еще в чем проблема то чтобы ваши потоки выполнялись вот те кто не знают те кто не знают должны об этом очень так не то свернул очень хорошенько почитать очень хорошенько прочитать так где этот я а не то не то не то не то не то не то а вот контекст у вас количество ядер то оно лимитировано лимитировано и операционная система там каким-то хитрым образом выделяет каждому потоку какой-то квант времени то есть у вас все потоки как будто бы как будто бы выполняется одновременно но на самом деле они скажем поток один выполняется потом он на некоторое время прорывается и операционная система переключается на другой поток позволяет другому потоку поработать потом она вот второй поток прерывает и возвращается к первому или вообще к другому потоку если у вас вот таких потоков реально много одновременно которые работают реально много ваша система она будет постоянно переключаться между потоками и вот это вот вот это контакт свитч это речь именно об этом о том о переключении потоков о переключении потоков и это дорого и это дорого ну как относительно дорого это неэффективно то есть почитайте почитайте вот здесь вот здесь ну или Russian version Russian version почитайте здесь правда меньше то есть переключение незаметные аппаратные действия производящие влияющие на производительность то есть все это печально вот к чему я использовать треды как не посмотри понятное дело что треды гораздо лучше чем глупый последовательный код то есть наши классические обычные программки которые линия за линией и следующим шагом было треды но сейчас у нас есть другое оружие более мощное оружие более классный инструмент это реактивная платформа реактивные платформы стали появляться раз за разом хотя немного странно что у нас же был ирланг все это время у нас же все это время был ирланг просто постройки поверх него просто постройки поверх него ирлангов супер давно существуют непонятно непонятно мне ну ладно и спринг кстати это же у нас один из передовых фреймворков в фреймворке и он естественно тоже озаботился этой проблемой и они выдали решение в виде в виде где опять эта картинка в виде реактивного стека в виде реактивного надо открыть вот вот так гораздо лучше в виде реактивного стека который у нас нанблокинг и вот собственно больше больше скажем так или основное время я буду уделять теперь именно реактивному стеку а сорблет стеки потихонечку будем забывать забывать хотя повторюсь какой стек использовать это во многом зависит от конкретных ваших ваших задач от конкретных ваших задач то есть если у вас обычный новостной какой-нибудь сайт типа блога то сервилеты сервилеты вполне себе подойдет но если у вас какой-нибудь классный интерактивный сайт и и и и у него большая нагрузка у него большая нагрузка у этого сайта то нужно будет что-то делать и нужно будет вам перерассматривать всякие реактивные платформы их уже достаточно много Spring это просто Spring вот ReactiveStack это один из одной возможностей как все это дело можно 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 организовать вот 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 дела ладно ладно к слову к слову к слову к слову о реактивности о реактивном стеке есть значит сайт реактивный реактив манифест реактив манифест зайдите на него почитайте поймете и некоторую терминологию, которая употребляется, по ней я проходиться не буду. Просто почитайте, просто почитайте, о чём это, к чему стремится, к чему стремится всё это дело. Здесь есть и русский вариант, если вам лень читать по-английски, хотя я не понимаю, почему вам должно лень читать по-английски, потому что вся литература, вся литература нравится вам, это не нравится, но реальность такова, что вся литература более-менее актуальна, по сути дела находится на английском языке, поэтому просто забудьте русский, просто забудьте русский. И это относится не только к русскому, это в принципе к любой стране относится. Мне, например, вот был интересен и сейчас интересен немецкий язык, и ради практики я хотел, ну, почитать какие-нибудь книжки на немецком про программирование. И там ситуация ещё хуже, ещё хуже, чем у нас. У нас, кстати, весьма много русскоязычных книг по программированию, как ни странно. Хотя население Германии, оно, ну, да, меньше, то есть там аудитории потенциально меньше, но книг, книги там мало, очень-очень мало. Так что неважно, неважно, какой ваш язык родной, если это не английский. Изучайте английский. Так, так что, так что, так что, да, давайте читайте, почитайте вот про реактивный вот этот манифест. Какие, какие у него основные моменты. Где картинка? Здесь была картинка, здесь была классная картинка. Это странно. А, вот, вот она. Вот она. То есть мы, наша ценность, это отзывчивость. О, прикольно. Наша ценность, это быть отзывчивым. То есть наши сайты должны, должны очень быстро, четко отвечать. Форма, форма, как достигается эта отзывчивость, это эластичность и резолент, резолент. А значение, то есть какой паттерн, скажем так, используется, это message-driven, message-driven. Message-driven, это то, что мы вот message-брокеры, message-брокеры изучали. То есть мы посылаем какое-то сообщение и забыли. Послали сообщение и забыли. И продолжаем работать над... То есть это, скажем так, на чем это держится. Я тут вот эти термины все рассказывать вам не буду. Ну, почитайте отдельно, посмотрите. То есть что это, собственно, что это, собственно, такое. И так уже 20 минут, ни о чем. Хотел так, небольшое, небольшое... Небольшое некоторое вступление сделать, а потом поработать. Поработать с одной прикольной штукой, которую еще можно сделать, используя JavaScript. Так что давайте, давайте к ней перейдем. То есть мы вот, начиная, скажем так, с этого видео потихонечку, потихонечку будем двигаться в сторону реактивности. То есть смотреть, каким образом мы можем достигать данную реактивность. И начнем с каких-нибудь простых вещей и там посмотрим, посмотрим, как дела пойдут. Сегодня я вам предлагаю, предлагаю разобрать вот такую штуку. Те, кто знаком с JavaScript, они сразу должны понять. И, возможно, даже они писали нечто похожее. Итак, вот мы в прошлый раз написали некие-некие веб-сокеты, да? Но нам не всегда нужно, например, двухстороннее общение. Например, мы хотим организовать некоторые... Мы... О! Breaking news, breaking news. Например, вот у нас вот новостной сайт, да? Большая часть его, она статична. Мы просто выгружаем какие-то данные, из базы. То есть, вот эти посты мы выгружаем из базы. А, допустим, у нас есть какая-нибудь строчка, в которой мы печатаем breaking news. Breaking news. То есть, нам нужно как-то подключиться к серверу, и чтобы наше поле обновлялось, обновлялось. То есть, сервер будет посылать некий-некий ивент. Некий ивент. И мы будем поле обновлять. То есть, у нас было бы здесь какое-нибудь поле, мы бы его постоянно-постоянно обновляли. То есть, делаем какой-нибудь breaking news. И, 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 то есть, поскольку идея... Ладно, так, стоп опять. И здесь очень-очень похожая ситуация будет, как мы делали с веб-сокетами. То есть, мы опишем некий JavaScript код, JavaScript код, и нам нужно будет еще описать поведение на сервере. Поведение на сервере. То есть, вот это все очень-очень-очень похоже... Так, интересно, я здесь открывал? Вот, открыл-открывал. Вот на этот паттерн. Мы будем описывать вот этот паттерн. Вот наш JavaScript код, который, скажем так, подписывается, подписывается на какие-то события. У нас есть паблишер, паблишер, который события публикует. И все это дело у нас организуется через Event Channel, через Event Channel, который публикует события. То есть, это очень-очень похоже на observer pattern. Но здесь еще прослойка существует, которую нам предоставляет Spring. Окей, окей, окей. Давайте, давайте это как-нибудь вот этот паттерн реализуем. То есть, мы мы создадим вот нечто похожее, нечто похожее. То есть, мы, 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 мы будем некими подписчиками, сабскрайберами, в котором сервер паблишер будет отправлять некоторые сообщения. Окей, поехали, поехали. Посмотрим, как все это дело можно организовать. Так, я это все дело закрою. Остановлю. И закроем. Окна закрывать быстро. Ctrl F4. Такс, что мне нужно? Ой, сколько папок, может... Хотя, ладно, я не буду создавать новый проект, но вот, что это все так раздувается. Давайте создадим новую папочку и назову я ее events. Events. Уже я создал? Да, я уже создал. Предварительно я ее создал. То есть, и в ней, в ней мы начнем связывать весь код. Как мы делали вот вот здесь вот. То есть, я не буду контроллеры в контроллеры и модельные в модельные сводить. Я сделаю все в одной папке. Поехали. Поехали, поехали. Сперва мы создаем контроллер. И назову его breaking news breaking news controller То есть, это будет самый обычный контроллер, который просто реагирует на страничку. Controller request mapping и давайте news просто news окей и здесь get mapping будет обычный то есть, это очень простой примитивный контроллер он ничего не делать не будет просто просто вернет нам страничку news окей вот наш контроллер все, можно закрыть его поскольку он нам больше не нужен можем сразу создать страничку страничку news news и в ней и в ней так мы вот будем делать будем делать нечто похожее то есть, мы будем создавать event resource мы будем описывать функции on message то есть, это очень и очень похоже на то, как мы делали веб сокеты только здесь мы не посылаем сообщения на сервер так что давайте давайте создадим создадим какое-нибудь поле какое-нибудь поле давайте параграф id и здесь news news то есть, сюда 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 я буду я буду впихивать дизнкшоу брейкин брейкин use так скрипт и type application javascript ok и теперь опишем опишем код 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 значит заводим переменную которая event source в new пишем event source и здесь нам нужно указать указать куда мы подписываемся а мы подпишемся на new stream на поток новостей на посток новостей теперь нам нужно вот как мы в прошлый раз делали так нам нужно нам нужно описать описать некое поведение то есть что мы делаем когда нам приходят сообщения то есть вот это вот функция хотя давайте сперва вот это мы опишем function то есть здесь я создам специальную функцию которая будет сделать вставку insert insert и допустим давайте connection open ну как в прошлый раз то есть ничего особенного эту функцию insert мы опишем чуть позже то есть event source если какая-нибудь ошибка например можно 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 то есть insert то есть connection close то есть у нас все свернется все свернется все свернется и теперь опишем что мы делаем что мы делаем что мы делаем он message он message значит здесь снова будет function здесь немного немного сложнее логика значит мы будем получать некий JSON объект некоторые JSON объект назову этот news здесь используется вот такая необычная вещь JSON parse JSON parse то есть нам придет какой-то event мы его должны в JSON так 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 и снова мы insert то есть data это будет сама новость это будет сама новость а а допустим а как там было допустим alert alert и plus plus news так Так, то есть к нам придет какое-то сообщение, мы вот таким образом, alert, а как внимание, как внимание по-английски? А, ладно, ладно, не помню, attention, pay attention, 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 окей, теперь нужно описать функцию insert, пишем function, insert, function, insert, 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 ладно, значит, что она делает, значит, мы, нам нужен элемент, значит, document, getElementById, и мы берем вот этот элемент news, и, 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 мне нужно, мне нужно вставить, я даже не знаю, как это сделать грамотно, не гуру, не гуру, не гуру, я не гуру, не гуру, innerText, 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 и, давайте, здесь забыл передать, ага, то есть, нам придет news, message, message, message news, и, допустим, message news, надеюсь, написал все корректно, ладно, если что, потом посмотрим, погуглим все это дело, так, то есть, клиентам мы описали, мы описали, мы описали, как все это дело будем подписываться мы, закрываем смело, идем в наш, в наш, в наш, в наш, ивент, и начинаем штамповать, штамповать следующие вещи, нам нужен REST контроллер, REST контроллер, который будет реагировать по пути, так, вот, мы реагировать, вот, на этот путь, так, так, потерялся я опять, давайте, давайте, как там, breaking, давайте, bn, контроллер, REST, REST, окей, значит, это REST контроллер, здесь, здесь, мы, значит, нам нужно описать некоторую, кстати, вот, вот, кому интересно, вот, раньше, когда не было, вот, всяких этих getMapping, то есть, отдельных методов, писали вот таким вот образом, вот таким вот многословным образом, когда не было, вот, отдельных getMapping, getMapping, ладно, давайте оставим так, public, вот этот метод, который мы сейчас опишем, он нам, он нам, скажем так, организует подписку, организует подписку, назову я его events, значит, так, здесь я буду использовать снова валы, значит, эмиттер, я знаю, что сейчас ничего, ничего не понятно, надо было мне, да, начать с модели, надо было начать с модели, надо было начать с модели, тогда было бы, давайте, давайте, я вот сейчас остановлюсь, остановлюсь и начну с модели, breaking news, то есть, у нас будет некий класс private string string data вот, вот наша будет такая вот простая модель, простая модель, то есть, вот наш объект будет содержать поле string, в котором будет непосредственно новость, в котором будет наша новость. и теперь, 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 нам дальше нужен, нужно это все дело, фух, как я устал, значит, так, пишем, breaking news poster, breaking news poster, назову его так вот, то есть, это будет специальный компонент, который будет штамп, компонент, компонент, который будет у нас, который будет штамповать все это дело, breaking, который будет штамповать, значит, private application event publisher, publisher, то есть, мы сейчас создадим некий компонент, который будет ответственен за генерацию, за генерацию breaking news, breaking news, так, нам, нам нужен какой-то пол еще, вот этот, кстати, мы сразу, давайте, я внедрю, внедрю, и здесь напишу private schedule executor service, executor service и здесь сразу его создаем executor, давайте сделаем по-простому, по-простому, single, single thread schedule executor, то есть, окей, кстати, вот мы когда говорили о методах, о методах, методах жизни, жизненного цикла бина, то есть, вот можно воспользоваться, например, post construct, и мы, например, можем public, void, start, например, и this executor service schedule, здесь какой-то метод action, мы его сейчас создадим один, time, second, или, допустим, через пять, окей, то есть, мы установили задержку, теперь, теперь давайте создадим приватный метод action, который будет, а-а-а-а, action, который будет вот использовать этот publisher, 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 опять забыл, publisher, теперь надо как-то организовать, организовать, то есть, publisher, и publish event, publish event, и здесь new breaking news poster, и здесь нужно какой-то, ой, breaking news, так, у меня там нет отдельного конструктора, у меня там нет отдельного конструктора, ладно, news, тогда я сделал вот так вот, news set, а-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, я даже не знаю, давайте, вот как в прошлый раз сделали, так, здесь thread, thread, local, random, get, ой, current, next, inter, и, например, снова 20, и передаем этот news, и поскольку у нас новости будут, скажем так, выходить, breaking news уже у нас потенциально выходят, неизвестно когда, мы вот это время, вот в это время, мы изменим, мы изменим, хотя чего я здесь написал, и так понятно, и так понятно, а здесь нужно какое-нибудь рандомное число, рандомное число, давайте здесь в секундах будет, здесь будет в секундах, рандомное число, то есть у нас будет новость генерироваться каждые n секунд, каждые n случайных секунд, где потолок ожидания 20 секунд, окей, значит этот компонент у нас будет использовать вот этот application event publisher, чтобы создать события, создать события, теперь вот мы можем, мы, смотрите, описали модель, описали тот, кто у нас будет публиковать, теперь нам нужно вернуться в наш RES-контроллер, и все это дело, наконец-то связать, наконец-то связать, я вот смотрел пример, чтобы нечто похожее сделать, там, значит, они предлагали следующее сделать, предлагалось завести переменную, final, да, множество, как множество, которое будет хранить список подписчиков, то есть наших клиентов, subscribers, ой, ладно, неправильно написал, все равно, теперь, и в new, здесь, поскольку это у нас все многопоточно, используется, а раз многопоточно, мы используем вот такую штуку, это нам пришла, то есть, видите, из Java Util Concurrent, то есть, вот эта штука работает в Concurrent, правда, это будет все дело не очень эффективно, но я хочу просто показать некие, некие возможности, некие, некие примитивные возможности, для маленьких сайтов это подойдет, 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 теперь мы, у сабскрайберов, у сабскрайберов, мы добавляем, вот этого эмиттера, этого эмиттера, если наш эмиттер, время ожидания, вышло, то мы, не client, а я сабскрайбер совершил, то я просто remove, 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 удалю его, и еще я его удалю, если, все, если он complete, если он complete, завершился, и я возвращаю, возвращаю эмиттер, вот этот метод, по сути дела, он, организует нам некоторую подписку, то есть, смотрите, вот, веб клиент, да, веб-браузер, когда страничка откроется, страничка откроется, где наша страничка, я уже нюс, вот она, нюс, когда наша страничка откроется, вот тут, кстати, еще можно сказать, здесь написано, что, вот этот сервер, сайт ивент, прочие в реализации работают, по обычному http протоколу, по обычному http протоколу, то есть, мы вот, поэтому здесь и используем обычный REST, обычный REST, а не создавали, как в веб-сокетах, специальный хендер, специальный обработчик, так вот, мы вот здесь, реагируем, вот по этому пути, хочу, вот по этому пути мы реагируем, слышь необязательно, просто люблю слышать, вот, мол, когда подсоединиться, да, когда подсоединиться, что произойдет, здесь образуется некий, некий объект, типа, SSL emitter, который нам, нам, скажем, ответственен, за, 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 за connect, он становится, скажем, неким подписчиком, там, внутри, неким подписчиком, внутри, нашего кода, нашего серверного кода, мы его будем использовать, мы его будем использовать, значит, public, void, handle, news, здесь у нас придет, здесь у нас придет, значит, новость, breaking news, breaking news, которую мы попытаемся, попытаемся, запостить, пытаемся запостить, вот пока вы сейчас на это не обращайте внимание, я чуть позже скажу, что это такое, зачем я вообще ввожу этот список, для начала, у сабскрайберов, мы пытаемся, что мы пытаемся сделать, то есть, сабскрайберы, это у нас некие эмиттеры, эмиттеры, поэтому пользуемся лямбдой, и здесь мы, трайки, трайв кейдж, завернем все это дело, окей, так, теперь смотрите, мы берем нашего эмиттера, эмиттера, то есть, нашего, нашего клиента, и посылаем ему вот эту новость, которую, которую нам поставит, поставит Spring, и мы используем media, media type, application.json, если, если это все дело не удалось, получится у нас возможен exception, возможен exception, и мы, то есть, допустим, у нас клиент разорвал соединение, закрыл браузер, то есть, он уже не является нашим подписчиком, то есть, нам нужно, нам нужно создать будет, то есть, мы создадим неких, неких мертвых эмиттеров, и затем, так, то есть, вот именно вот за этим мне нужен был этот список, так, где у меня здесь конец, затем я просто из subscriber, remove all, то есть, я удалю весь этот список, и чтобы теперь все это осуществлялось, мне нужно, смотрите, мне нужно, что это, во-первых, асинхронно, во-вторых, во-вторых, что это event listener, event listener, то есть, вот этот метод у нас образуется в отдельном потоке, и я, пожалуй, создавать пул, пул, отдельный пул, потасинки не буду, потасинки не буду, а раз не буду, то мне нужен, так, где мой главный метод, мне нужно, вот здесь, написать, enable async, окей, то есть, Spring Boot поставит нам некий дефолтный, в принципе, можно было описать, но не хочу, и так уже 50 минут, это, это очень долго, в очередной раз долго, хотя, как долго, нормально, строчек-то уже прилично написали, так, 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 если я не ошибся, если я нигде не ошибся, то, в принципе, все готово, и можно запускать, и можно все это тестировать, так, что давайте, мы, где, где контроль, мы все это делаем, как, news, окей, давайте поднимем, и затем проговорим все моменты, затем проговорим все моменты, я знаю, что, вот эта вот вещь, которую тут написал, пока, мягко говоря, ой, но это, ладно, это мне не нужно, это тоже не нужно, так, запустил сервер, давайте, давайте проверять, local news, смотрим, breaking news, и сейчас у нас, connection осуществился, вы должны быть новости, печататься, ждем, 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 так, что-то я тут, не то сделал, не то сделал, Не распарсил я объект, не распарсил я объект. То есть, пришел объект, но я его не распарсил. Connection Close, то есть, что-то разорвалось соединение, снова установилось. Так. Ладно, сейчас я посмотрю, посмотрю, что не так с JS кодом. Настроил. И, как вы видите, вот наши breaking news. То есть, я еще уменьшил количество времени реакции. Количество времени с 20 секунд, чтобы рандом брался из 5. Из 5, из 5. Чтобы долго не приходилось ждать. Так, где это? То есть, я вот здесь на 5 изменил. Хотя, давайте я изменю на 15. И перезапущу. Здесь, в принципе, работает, но еще срабатывает, срабатывает. Не знаю, не знаю пока, как пофиксить. Давайте, давайте сначала. Вот наш connection. Мы его отпечатаем. И сейчас у нас будет breaking news. Я здесь еще в консоль вывожу. О, 14 так быстро было, что даже не отпечаталось. Вот, 8. 9. Короче, как вы видите, все работает. Наш сервер публикует некий, некий event, на который мы подписались. На который мы подписались, используя протокол HTTP. То есть, мы используем, используем некий, некий, некий метод. Некий, вернее, не метод, а объект в JavaScript. NewEventSource. Который, который действует у нас по протоколу HTTP. То есть, вот мы создаем его. Создаем, так, где это у нас? Ага, ладно, закрою эту страничку. Закрою эту страничку и... Вот. Вот, вот, вот. То есть, вот он сюда приходит. Вот этот event source. Этот... Этот event source. Этот event source. И создает специальный, специальный эмиттер. Эмиттер. Грубо говоря, подписчика. Скажем так. Это объект, у нас некий подписчик. И мы его собираем. Мы его собираем во множество. Кстати, что еще здесь из прикольного? Из прикольного. Так. Ладно. Вы можете подключиться не только, не только с JavaScript, но и вот прямо из URL. Прямо... А, так, я... Мне вернулась сама страничка. Мне вернулась сама страничка, а мне нужен стрим. New stream. То есть, я хочу подписаться вот на этот вот. И сейчас у меня вот здесь будут JSON-объекты. Вот они. Вот они у меня, JSON-объекты. JSON-объекты. То есть, подписаться... Подписаться на все это дело можно из разных мест. Из разных мест. Ну, давай вторую, вторую новость мне печатай. Вот вторая новость. Окей. Рандом из 15 секунд, поэтому так долго, так долго ждала. Окей, окей, окей. Пофиксил я... Потому что меня смутила дата, дата. Нужно сперва достать объект. Вот из... Вот из event-а. Дату. То есть, здесь будет теперь объект. А потом мне нужно было из него достать поле дата. Что тупило здесь вот. Ладно. То есть, мы делаем подключение. Описываем, каким образом мы реагируем. Как в веб-сокетах. И все это дело мы... Мы... Вот в эту вот. Вот в эту ячейку. О, суем. Вот в этот параграф. Окей. Значит, мы создаем специальный, специальный, специальный подготовительный объект. Специальный подготовительный объект. Брейкиньюс. В котором у нас есть поле дата. Которое, собственно, ответственно за новости. Затем, затем мы создаем некий, некий паблишер. Некий паблишер. То есть, который новости, новости будет публиковать. То есть, мы создаем класс, компонент. И в нем самое важное, самое важное. Мы внедряем паблишер, эвент. Аппликейшн, эвент, паблишер. И еще используем пол. Чтобы это сделать. Организовать как-то по расписанию. По расписанию. Чтобы публиковать, ну, рандомное, рандомное количество. Рандомное количество. То есть, изначально мы сделали задержку 5 секунд. А затем задержка меняется. Чтобы каким-то образом сымитировать, что новость у нас. Новости же в реале. Мы не знаем, когда она возникнет. И вот такое вот простое, простое сообщение публикуем. То есть, мы используем наш паблишер. И публикуем. Повторюсь, повторюсь. Мы... Так, где здесь была картинка? Такая классная картинка. Вот. Вот, вот, вот. То есть, мы вот используем, грубо говоря, вот этот паттерн. Вот это у нас JavaScript код. А это у нас наш server код. Вот этот channel мы не описываем. Мы не описываем. Вот мы, значит, берем наш паблишер и публикуем event. Теперь нам нужно, нам нужно описать лисенера. Лисенера. То есть, кто будет слушать все это дело. Слушаем мы это вот таким вот необычным способом. То есть, напомню, вот этот метод у нас отвечает за то, чтобы вообще создать подписчика. Здесь подписчики вот такое вот весьма необычное, необычное. Мы их подключаем, подключаем в нашу коллекцию. И здесь просто добавляем. Если какого рода ошибки, то мы просто удалим его. И возвращаем. Эмиттер. Окей. То есть, у нас в итоге, вот как этот метод сработает, вот здесь все хорошо будет. У нас, скажем так, появится event source. И мы готовы, мы готовы работать. Дальше. Дальше нам нужно описать лисенер. То есть, вот этот компонент у нас будет публиковать некоторые события. А мы, а мы должны как-то это дело читать. Для этого мы используем это дело все, во-первых, асинхронно. Во-вторых, помечаем, что это event listener. То есть, spring, spring, spring пошмак нам каким-то образом организуют. То есть, мы вот этот event channel мы не описываем. Мы описываем вот publish и subscriber. Окей. И мы каждому нашему подписчику, каждому нашему подписчику, каждому нашему эмиттеру просто посылаем, посылаем. Так. Не здесь. Вот. Каждому нашему, кто вот подписался, подписаться можно по-разному. Можно вот таким вот образом подписаться. Ему мы посылаем, посылаем сообщение. Так. Естественно, сообщение одинаковое. То есть, потому что у нас множество подписчиков на одно и то же событие. Как вы видите, одно и то же событие рассылается всем. Так, здесь какой-то сбой опять произошел. Но соединение восстановилось. А здесь какой-то сбой произошел. И соединение закрылось. Это плохо. Не знаю, не знаю, как это пофиксить. Именно в всеурле. Тут-то соединение восстановится автоматически. А в всеурле не знаю. Ладно. Итак, возвращаемся к нашему лисенеру. То есть, здесь мы просто пытаемся в виде формата джессона передать нашу новость. Спиринг нам поставит вот этот ивент. То есть, когда мы запубликуем, нам это все дело каким-то образом сюда поставится. И затем, если произойдет любого рода ошибка, то есть, по сути дела, это говорит о том, что клиент отсоединился. И нам нужно его удалить. Поэтому мы создаем специальные дэто-эмиттеры, собираем их в коллекцию. И затем просто удаляем из нашей финальной коллекции. Окей. Вот так все. Все очень просто. Но, к сожалению, не очень эффективно. Не очень-то делает это эффективно. Вот смотрите, у нас всего, скажем так, вот один поток. Всего один поток. Поток новостей, да? Но у нас же может быть множество потоков. Это у нас простой вариант события. И если сайт несложный, то вполне можно использовать данный трик. А если у вас, ну, тысячи потоков, это же все дело, это все хозяйство. У нас на самом деле-то под этим же лежит. Под сарвлетами. Под сарвлетами. Под сарвлетами. Под тредами. Под тредами. Под тредами. То есть мы не сможем обеспечить очень мощное, классное, продвинутое, очень требовательное общение, вот используя данный трик. Нам нужно будет двигаться дальше в сторону реактивного. Но если у вас, скажем, вот всего одна такая строчка, breaking news, то по мне так вполне себе вариант. Вполне себе вариант. Мы, кстати, вот здесь async, да, описали. Я вот напомню на всякий случай. Если вам здесь нам, 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 вот благодаря enable async поставится некий дефолтный экзекьютор. Если вы хотите, вы можете реализовать свой экзекьютор. То есть мы это делали уже множество раз. Кому интересно, кому интересно, тот это дело загуглит. То есть асинхронность... Даже не знаю, не знаю. Не знаю, что добавить еще. Асинхронность. Ладно, раз не знаю, что пока добавить, добавить, о чем поговорить, давайте я закруглюсь. Вот такой вот есть финт интересный. И мы, скажем так, установили глобальную цель, что мы будем двигаться в сторону реактивного. В сторону реактивного. В сторону реактивных вещей. Ладно, хватит. Изучайте спринг. See you next time.